Музыка Много говорят Луганск, провинция. Вы знаете, я как историк не могу с этим полностью согласиться. Не потому, что это признать, что ты живешь в каком-то захудалом провинциальном городишке. Нет. Вот если взять Луганск начала 20 века, то это был небольшой провинциальный городок. Так их называли, потому что таких было сотни тысяч на территории Российской империи. А если говорить сегодня о Луганске как областном центре в Украине, в государстве, то, конечно же, это не провинция, это город, который определяет определенное лицо экономическое, политическое, социальное нашего государства. Нам есть чем гордиться в Луганске. Это и здания, их немного, здания, которые имеют свое историческое лицо. Их немного, но эти здания есть в городе Луганске. Это созданы образцы художественного творчества. Это образцы промышленные какие-то. Очень-очень много. Но это целая история города Луганска. И эта история, она богата и людьми, и идеями, традициями, всем чем угодно. Поэтому я горжусь тем городом, в котором я живу. Я люблю этот город. Я уже большую часть своей сознательной жизни прожил именно в этом городе. И здесь дети мои родились в этом городе. Поэтому это мой город. Родился Виталий Семенович Курила в Белокуракино. И в детстве в областной центр приезжал на экскурсию. Как он сам признается, это было большим событием в его мальчишеской жизни. Маршрут экскурсии для внуков Виталия и двух его братьев придумывала бабушка Евдокия Трофимовна. Первым номером экскурсионной программы была прогулка по парку 1 мая. Первое дело это покататься было на этом колесе. Если память не изменяет, для детей стоило 5 копеек прокатиться на этом колесе. И потом стоило еще 5 копеек на качелях лодочки были. Напротив этого колеса находится пивзавод. На этом пивзаводе, возле пивзавода продавали еще квас. Бочка стояла попить квасу. И через дорогу от пивзавода на углу была знаменитая чебуречная. Куда обязательно заходили для того, чтобы съесть чебуреки. Это была еда такая диковинная для нас, для сельских ребят. Чебуреки. И это мы их один раз в году ели, когда бабушка привозила нас сюда на экскурсию. Следующий этап экскурсии, это надо было пройти, обязательно сходить в музей, краеведческий музей, который сейчас находится на Карла Маркса, в музее города Луганска. Сейчас музей города Луганска. Там находился краеведческий музей. И самое интересное в этом музее, конечно, это были винтовки времен трехлинейки Первой мировой войны. Пулемет типа «Максим» для мальчиков. Это, конечно же, оружие. И самое интересное в музее было, когда экскурсовод, которые там наблюдали женщины, отворачивались, то схватиться, подержаться за руками, за вот это оружие, что ты пробовал какое-то. Следующим этапом прогулки бабушки и троих внуков был сквер, который находился рядом с памятником борцам революции. Мальчишек сюда тянуло, как магнитом. Ведь в то время именно здесь стояли самые настоящие танки. Уже гораздо позже Виталий Семенович узнал, что танки эти непростые. Это действительно уникальный исторический памятник. Это было самое интересное занятие, полазить по такому вот танку, историческому танку, который мы видели только в фильме «Чапаев». И я думаю, большинство только там видели. Поэтому, естественно, с этими танками связаны детские, прежде всего детские воспоминания. И как историк скажу, это прекрасно, что сохранились эти танки. И таких реликвий их очень мало, даже на Западе. Это танки, если мне память не изменяет, английские, кого производство. Но даже, я думаю, в Англии их не очень много найдется, если найдутся. И то, что есть они в Луганске, это действительно историческая память. Память – это реликвия, которую надо хранить. И надо, наверное, учить наших детей, чтобы они относились, которые сейчас по этим танкам лазают, чтобы они относились бережно к таким реликвиям. Они ходили и краской не рисовали, по ним там безобразные какие-то надписи. Еще один музей под открытым небом, знакомый, пожалуй, каждому луганчанину с детства, находится на территории студенческого парка при Педагогическом университете. Мы сейчас находимся на территории парка, музея каменных скульптур периода «Половецкая культура», который находится на территории университета и имеет значение такое государственное. Он охраняется государством и считается национальным надбанням, имеет статус национального надбання. Эти скульптуры стоят еще с времен моего студенчества здесь, а им уже более тысячи лет некоторым. Это уникальный памятник, уникальный сам по себе музей, куда любят приходить и студенты, и преподаватели, и выпускники. И уникальность, наверное, на территории Луганской области, это самый уникальный исторический памятник, который сохранился до сегодняшнего времени. Вот сзади меня находится, я думаю, видно зрителям, общежитие, знаменитое второе общежитие, в котором в свое время я прожил три года, как студент, а потом как аспирант еще жил. И достаточно интересно, там много жили историки, жили в этом общежитии физвостники, как мы их называли, то есть студенты факультета физического воспитания. С общежитием связано многое, наверное, у всех студентов, кто жил в общежитии, те знают, что это своеобразная, достаточно интересная жизнь. Кстати, в педагогический институт Виталий Курила поступил только со второй попытки. И став студентом, он старался успевать все, отлично учился, занимался научной работой, еще успевал подрабатывать, играя в инструментальном ансамбле, ведь нужно было содержать семью. Между прочим, любовь к музыке была у Виталия Семеновича с самого детства. Он играет на баяне, гитаре, а, впрочем, при желании на всех инструментах. Кстати, после неудачной попытки поступления в ВУЗ, будущий ректор работал в школе учителем пения. Так что ректоры, музыкально одаренные, есть не только в Киеве. В начале нашего разговора Виталий Семенович сказал, что Луганск стал родным ему городом. С первых же дней учебы своим по духу стал для него и педагогический институт. Это было первое учебное заведение, созданное на территории Донбасса. В 1921 году как высшие педкурсы, а в 1923 году это первый институт, Донецкий институт народного образования. И как я потом позже занимался историей и этого учебного заведения тоже, то в 1923 году, когда сюда прислали первых профессоров и доцентов, как писала местная газета «Луганская правда», бегали детвора по улице и кричали «доцент, доцент» или «профессор» – это была дикость, что это такое непонятное «доцент» и «профессор». Это была первая интеллигенция на территории Донбасса. Вот именно интеллигенция в плане не промышленная, не техническая интеллигенция, в таком духе ученые, писатели и так далее. И не случайно у нас вот висят портреты ректоров в университете. Все довоенные ректоры, которые здесь работали, все были расстреляны. Все до единого. Никто не умер своей смертью. Почему? Потому что вся борьба, которая проводилась при большевиках, то с троцкистами, то с белыми, то с бухаринцами, с различными, с националистами. Их всех, прежде всего, пытались найти в этом учебном заведении. Пытались, повторяю, найти. Кто-то, может, и был, но в основном пытались, потому что интеллигенция здесь. А раз интеллигенция, значит, протест, значит, вот где могут быть противники. К сожалению, у нас иногда и по сегодняшний день пытаются находить врагов в среде интеллигенции, забывая просто одно, что университет, вуз, высшие учебные заведения – это то учреждение, где воспитываются не только знания должны быть заложены, должен быть заложен определенный дух свободы. Директор Луганского национального педагогического университета Виталий Семенович Курила главную задачу учебного заведения ведет не только в качественном обучении. Не менее важно воспитать свободных граждан нашего общества. Ведь без свободных, интеллигентных, мыслящих людей не будет и демократической страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует...